Многопрофильный реабилитационный центр в Нижневартовске запустил онлайн обучение для своих воспитанников. В обычное время занятия с детьми с особенностями здоровья должны проходить в непрерывном режиме. Однако режим самоизоляции заставил пересмотреть это условие. Педагоги записывают ролики у себя дома, а затем выкладывают их на страницах учреждения, в социальных сетях и на официальном сайте учреждения. Сейчас по методикам вартовчан в сети занимаются и жители других регионов. Дорогие друзья, сегодня мы с вами разберем, как в домашних условиях помочь ребенку сформировать такие понятия, как большой, маленький. Экран смартфона вместо любопытных детских глаз и собственная квартира вместо привычного кабинета. В таких условиях отныне работает логопедом многопрофильного центра Елена Сударикова. Свои уроки она записывает на телефон, а затем выкладывает ролики на сайте учреждения и в соцсетях. Чтобы выполнять задания, которые, кстати, никто не отменял, воспитанникам достаточно выйти в интернет. Работа дома, да, с одной стороны, это, конечно, удобно. Мы находимся рядом с родными и близкими, мы имеем возможность нашим родителям, да, показать нам на наших, да, детей, как это все делается при помощи подручных средств. В чем, вы знаете, минус? Конечно, немного дома – это дома. Режим самоизоляции заставил педагогов центра перенести занятия в виртуальное пространство. Как объясняют сами, реабилитацию детей с особенностями здоровья нельзя отложить до лучших времен. А вот как ее провести в домашних условиях – это большой вопрос, и решать его преподавателям приходится ежедневно. В ход идет все, что под рукой, рассказывает сотрудница центра Снежана Батоева. Игрушки, спортивный инвентарь, а в роли помощников нередко выступают семьи педагогов. Продумываешь весь план урока, то есть подготавливаешь ассистента, это ребенка своего, который тебе помогает в этом, да, чтобы у него было хорошее настроение, и он тоже с тобой занимался и дарил людям радость, и показывал, как это весело, да, и хорошо. Видеоуроки преподавателей реабилитационного центра оказались настолько простыми и понятными, что сотрудники хотят расширить аудиторию. К занятиям по собственным методикам они предлагают присоединиться всех малышей и школьников города, которые также вынуждены сидеть дома. Вместе с логопедами, тренерами и психологами можно развивать мелкую моторику, речь, логику и воображение, а еще не выходя из квартиры проводить гимнастическую разминку. И все это, что немаловажно, бесплатно. Мы уже запланировали себе в этом году освоить такие технологии, как дистанционную онлайн-консультацию или реабилитацию. Поэтому вот этот период как раз поможет нам освоить эту технологию, разработать, узнать, что нашим клиентам необходимо. Роликами, выложенными в соцсетях центра, заинтересовались пользователи из других регионов. За месяц количество подписчиков учреждения, например, того же Инстаграма, выросло в полтора раза. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижнемартовск.